В этом здании, в самом сердце Самары, где сегодня располагается 6-й корпус политехнического вуза, в военные годы находился Народный комиссариат иностранных дел СССР. Студенты СМГТУ сделали мемориальную табличку, которая украсила фасад. История политеха – это всего лишь одна строчка в героической истории нашей страны. Но это тот кирпичик, который складывал ту нашу победу. И открывая сегодня эту доску, мы переворачиваем еще одну страницу нашей истории. В 1941-м, когда Государственный комитет обороны принял решение об эвакуации столицы СССР из Москвы в Куйбышев, в город на Средней Волге переместились часть аппарата ЦК партии – ЦК ВЛКСМ, ряд наркоматов, дипломатический корпус. Здесь расположились посольства 22 стран. В Куйбышев приехала и значительная часть штата Народного комиссариата иностранных дел. Возглавил деятельность ведомства Андрей Вышинский. Дипломаты находились далеко от мест сражений, но тем не менее показали пример мужества и доблести. Часто им приходилось выезжать при фронтовые командировки. Пребывание наркомата иностранных дел СССР в Куйбышеве имеет огромное значение в истории дипломатических отношений государства, отметил в поздравительном адресе министр иностранных дел России Сергей Лавров. Убежден, открытие мемориальной доски будет способствовать укреплению связи времен и преемственности поколений, внесет вклад в патриотическое воспитание молодежи и празднование 75-летия Великой Победы. Сергей Викторович Лавров. Городские власти активно поддерживают установку мемориальных табличек на зданиях в Старой Самаре. Поздравить граждан с открытием новой доски приехала глава города Елена Лапушкина. Мы открываем и памятную доску наркомату иностранных дел тем людям, которые находились здесь во время войны в этом здании, тем самым отдавая дань уважения и почета нашим предкам, сотрудникам, нашим дипломатам. Затем глава города возложила цветы к памятному знаку парада 1941 года на площади Куйбышева. В этот памятный день состоялся телемост с двумя городами, где в ноябре 1941-го также проходили военные парады – Москвой и Воронежем. В режиме реального времени городам вручили мемориальные пановы знаменования парады Победы на Красной площади 24 июня 1945 года. Оригинал будет установлен в Москве, а в Самару и Воронеж отправятся копии. На мемориальных досках изображены Георгий Жуков и Константин Рокоссовский, автор панно «Народный художник России» Владимир Суровцев. Патриотизм должен быть неотъемлемой чертой характера каждого гражданина страны. А это, безусловно, воспитывает патриотизм. Это событие, выдающее событие для нашего региона, для всей страны. Десять лет парад проводится на главной площади нашей губернии. За эти десять лет эта акция стала по-настоящему всенародной. Мы помним, мы чтим, мы сохраним эту память навсегда. Парад памяти в Самаре стал международной патриотической акцией. Участие в нем приняли жители 27 регионов и дипломаты из 25 стран. В этом году из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции приняли решение не проводить массового шествия. Но парадные расчеты подготовили свои марши онлайн. Мария Левина, Константин Головин. События. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова